итак сегодня 18 апреля понедельник немного успокоившись я все-таки решила что буду продолжать снимать видео покажу вам какие-то продвижения по моим вышивкам продвижения ну небольшие и в основном эти продвижения были сделаны на выходных на выходных у меня было время я очень соскучилась за вышивкой немножко успокоилась села за вышивку повышевала и с огромным удовольствием повышевала и вот сегодня хочу вам показать такой промежуточный этап что у меня есть на сегодня буду также продолжать снимать делать видео включение показывать как продвигается дальше мои процессы на этой неделе скоро уже пасха будем праздновать этот праздник конечно же будем отдыхать и поедем встречаться с друзьями традиционно в греции будем жарить барашка вот на прогулке поедем будем надеяться что будет хорошая погода так как на этой неделе у нас опять холодные вот сегодня плюс 11 дождь и такой холодный ветер давно не было такой вот холодной погоды на пасху не знаю на пасху конкретно какая вот погода но вот сейчас у нас очень очень холодно сыра так как-то непривычно я уже готова была встречать весну солнышко она к нам немножко пришло показалось но и опять сыро пасмурно и холодно да даже вот погода плачет и ну вот так вот и так что я вышиваю ну во первых хочу показать вам мой основной процесс это набор фирмы панна из стерии стихии подушки их четыре у меня две вышиты это воздух и ветер и огонь у меня вышиты остались вода и земля ну вот я начала с воды вышиваю в нашем совместном проекте рукодельный урожай мы растим наши крестики к осени будем собирать финиш и если кто-то хочет присоединиться пожалуйста в контакте присоединяйтесь я оставлю ссылку на наш альбом все очень просто с любым процессом можно присоединиться на любом этапе фотографируйте ваш процесс картинка должна быть обязательно что конечно то куда вы стремитесь можно ниточки тоже расположить и обязательно описание что вышивается что да как какие размеры что за производитель максимально вот это то что у меня есть на сегодня не оставлю вам картинку как работа выглядела в последнем отчетном периоде вот ну и вы видите что работа подросла то немного потому что это 14 каунда здесь все ушивать легко но связи со всеми этими событиями я вам все рассказывала работа все-таки подросла хоть как-то и его знаете с правой стороны вот здесь где кораблик это уже практически там половина да вот здесь где-то у нас половинка то есть одной стороны я на половинку уже вышла причем я сразу стараюсь вышивать и бэк стич вот поэтому нет теперь нужно будет перед перемещаться в лес в левую сторону и я буду вышивать вот эту золотую рыбку ну и красавицу русалку владычеству владычеству морскую вот где-то здесь у меня сейчас будет вышиваться надеюсь что к концу недели может быть концу месяца скорее всего да не буду я прям себя переоценивать скорее всего концу месяца я должна вышивать вот этот участок и для меня это будет очень очень хороший результат какие здесь моменты я вначале стала вышивать здесь и бэк стич так как и нужно по по ключу в две нитки вышивается но мне кажется этот вариант немножко грубоватым и я посмотрела свои предыдущие вышивки я там вышивала бэк стич именно в одну нить и вот здесь уже вот здесь я уже бэк стич вышивала в одну ниточку кораблик тоже в одну ниточку меня обшит волны видите как все красиво но чудесно все получается настолько ярко и чудесно работа вот здесь я выпарывала бэк стич сколько смогла о чем сказать что это намного сложнее занятие выпарывать бэк стич чем выпарывать крестики потому что очень запросто можно травмировать повредить какой-то крестик и поэтому мне приходилось прям очень аккуратно и ну не знаю мне вот как-то может быть не выпарывать его оставить здесь уже пусть он будет в две ниточки а дальше в одну как-то пойти потому что действительно очень сложно он выпарывается бэк стич покажу вам еще немножечко поближе такой кораблик какой приятный синий цвет вот переходы замечательные хвосту русалки дельфинчика пока я не вот бы кала вот здесь рука у русалки видео тело как бы вот так вот поэтому буду сейчас перемещаться вышивала я эту работу сначала на пальцах таких крупных больших но мне неудобно опять закрепить на моем топ иксы они тоненькие и вот как-то знаете не получается мне их закрепить таким образом чтобы был нужный мне угол наклона и я сейчас передела на кюснапы кюснапы вы знаете круглые идут вот эти вот крепления до закругленные объемные поэтому мне вот удобнее регулировать именно высоту поэтому я сейчас на кюснапы работу буду размещать вот здесь до чтобы уже приступить к вышивке вот именно этого участка буду делать включение сейчас работа отглаженная вы видите прям вот весь полностью участок вышитый и когда я буду вам делать включение будут уже будет видно только вот этот вот эту часть канвы и работа будет прирастать постепенно и будем мы наблюдать как все это здесь развивается мне кажется будет тоже интересно и это такой момент очень важный когда работа приходит вот к половине и когда останется уже совсем чуть-чуть да вот уже вот половина сайт столько верхушка мне кажется примут это будет как вишенка на торте вперед вперед к финишу потому что там где финиш там всегда и старт ну и так как эта работа пока продвигается я покажу вам еще несколько работ которым я немножко уделила времени но тем не менее раз я их взяла в работу я вам конечно же их покажу вот сейчас снимаю это видео разговариваю вроде бы с камерой но в то же время как бы с вами разговариваю и знаете вот мне становится легче и я понимаю что все таки правильно то что я не закрыла свой канал в какие-то моменты потому что но бывают такие моменты когда я сильно устаю мне не получается снимать видео и я думаю но с таким графиком работы вообще со всеми такими как бы моими сложностями ну куда мне еще вести канал но тем не менее на протяжении стольких лет я поддерживаю некоторую жизнедеятельность на моем канале даже и сп провожу в общем думаю что не зря ведется вся эта работа и мне приятно с вами общаться я рада что на моем канале есть постоянные как бы подписчики мои друзья уже такие постоянные которые мне пишут комментарии и мне очень очень приятно что у нас образовалась такая очень дружная компания потому что мы конечно же нужны друг другу общение очень очень важно особенно на нашу тему рукодельную вышивальную на которую в повседневной жизни мало с кем-то и поговоришь а вот так вот такой вот способ общения вот у меня это видео наверное больше видео о моей личной психотерапии чем видео о вышивке ну уж простите я тоже человек и как-то пытаюсь себя поддерживать да хотя вроде бы и у меня-то по жизни вроде бы все нормально но все равно воспринимаешь эту ситуацию очень близко к сердцу но невозможно оставаться в стороне быть хладнокровным у нас здесь греки вот с кем я разговариваю все очень наблюдают за этой ситуацией в украине у меня есть знакомые которые организовали помощь через тоже каких-то своих друзей которые находятся в румынии ним отправляют отсюда различные ну как предметы товар но не как-то этого не товары предметы необходимые делают им тоже лист запрос что нужно они все покупают ребята с румынии едут на западную украину с рискует уже жизнью передают эти передают помощь вот и все очень очень-очень сильно переживают потому что знаете у греции с украины очень какие-то тесные связи на каком-то уровне потому что еще с древней греции греки дружили с украиной вели торговые отношения и вот воспринимается в общем-то это как такой сосед как что-то свое действительно не так что просто где-то там сирии что-то происходит нет все очень очень болезненно это все воспринимают и пытаются кто как может пытается помогать если есть такие контакты да вот я знаю у меня есть прям группа людей которые очень активно занимаются благотворительностью собирают помогают правляют конечно молодцы вот про вышивку риолис зигу-гу вот я вам показывала что я решила завершить мою серию серию с без корню от риолис моя любимая корзинка такая яркая и сочная вот она фантазия да а это у нас рассвет вот тут мой зайчик любимый вот это те изделия которые вышиваются крестиком через одну не переплетение и да они это сложные изделия вот ну и зигу-гу я оставляла тоже как бы на закуску мне казалось что это будет самая сложная работа думаю но уже в конце пути я справлюсь с зигу-гу вот зигу-гу размер 8 на 8 сантиметров вышивается на лугане 25 каунта нитками анкор три цвета мулине и три вида бисера бусины наполнитель так как хорошая комплектация люблю риолис молодцы не прекрасный прекрасные наборы и идеи дизайны вот этот проект я вышиваю обычно по вечерам либо утром по одной-две ниточки да вот такой процесс не прикроватный потому что здесь взял одну нитку и вышивай схема очень простая вот такая ну и вышивка вот то что у меня уже вышилась вот то что у меня вышилась что уже могу сказать по поводу этой вышивки вот это зигу-гу самая-самая легкая из всех трех вот этих изделий я бы поставила по сложности первое место это забава по-моему она забава называется вот почему потому что здесь очень похожие цвета много вышивается видите вот этот уголочек он вышивается причем не фон здесь такой вот просматривается легкий рисунок много бэкстича металлика много бисера все это знаете так вот не просто самое-самое сложное я вот не даю номер один по сложности если кто-то вышел вот эту без корню все дальше не бойтесь смело вышивайте все остальное будет полегче но она классно она очень классно она у меня кстати самая любимая потому что она знаете вот как такое украшение ювелирная очень прикольная так это у меня рассвет рассвет в принципе тоже непростое изделие много вышивки но здесь не так часто не такое сильно сплетение цветов да как бы вот центральный рисунок афон уже тоже есть этот рисунок но вышивается как бы так вот попроще но тоже много вот единственное что я здесь бисер не пришивала по краю может быть и надо было пришить но в принципе мне так все нравится очень нежная без корню очень нежная как красивенькая с обратной стороны мне очень нравится здесь вот такой рисунок как арабская вязь металлика и бисер просто шикарно очень плотно я набивала всегда такой наполнитель а вот видите тоже здесь уголочки какие красивые очень все изящно аккуратно прекрасная штучка такая я рада что я вышила эти мои без корню но это не все мы без корня у меня еще есть они просто в процессах у меня участвуют вот в различных и все они помещаются даже в эту корзинку но тем не менее мне нравится что-то такое выполнять следующая наверное будет джаз нам хотя я не уверена у меня еще много наборчиков маленьких в запасах есть что вышивать посмотрим хотя вот джаз нам на их не вот эти вот большие без корню прикольные тоже хочется попробовать вышить вот немножко так и отошла от темы и так по поводу этого дизайна возвращаясь да вот посмотрите схема она легкая простая рисунок кстати здесь мне очень очень нравится прямо отбери его на салфетку на скатерть можно использовать дублиру и как в смысле продолжают тоже самое эти узоры и вышивай скатерть салфетку будет красота очень очень красивая разработка и вышивается легко я вот сама не ожидала я прям боялась эту зигугу думала ну вот зигугу мне как раз как устроит как устроить мне проверку на прочность но наверное может быть я уже руку набила может быть не знаю привыкла уже через одну нитку вышивать мне нравится очень очень нравится нежно красиво ну и здесь попроще вышивается берешь один цвет и можно им вышивать много много нет такой вот прям часто смены нитки и закрепки вот в этих дизайнах это сложность вот как давайте еще раз вернемся вот к этой красавице вот посмотрите так вот видите здесь вот одиночные вот эти крестики разноцветные вот это вот было сложно закрепляться и вышить там квадратик из темно-коричневого внутри рыжий цвет да там бусинку пришить вот эти вот момент они вышиваются тяжело либо вот одиночки то все как-то закрепиться надо через одну нить переплетения вот это вот сложно а так в принципе как бы какой-то сложности нет вот это сложно что нужно закрепляться как-то вышивать эти одиночки часто нужно менять нитку путаешься и помню много тут что-то переделала распарывала что уж победила вот а здесь видите все просто взял одну ниточку и вышиваешь вот так же буду продолжать вышивать потихонечку никаких у меня прям определенных целей и задач нет как мне взять ну в смысле вы через какое-то время определенно завершить как идет так идет вот мне не хочется с ним расставаться с этим процессом пока вот интересно здесь будет сборка бисер кстати очень соскучилась за бисером и так и хочется что-то начать какой-то бисерный дизайн но у меня процесс начать начатыш и все-таки я с этим процессом работаю хочу вам кое-что показать да я думаю многим из нас уже хочется весны цветов солнышко ярких красок и не вот на этой теме я хотела начать какой-то процесс с цветами но как только подумала что хочу начать новый процесс я себя вот ловлю в этот момент и говорю так юль начни начатыш открываем наше меню и читаем смотрим что у нас здесь имеется а у нас здесь ну прям очень-очень богатое меню есть из чего выбрать и меншинс у меня есть мать-земля миробилия персифона которая пока стоит отдыхает лаванда тен так и пишу лавандр и лавандр энлейс ангел мира который у меня вышит уже на 60 процентов но пока пусть и полежит хочу цветов хочу чего-то другого панна вода вышивается еще есть у меня лавандр энлейс рождественское украшение шикарная дама там буквально 500 крестиков старт произведенный уже лежит несколько лет но не несколько лет в руку от лежит вот тоже хотелось бы вернуться мне к рождественскому украшению там интересные цвета на ткань фактура интересно дименшинс фредерик литератор он у меня вышивается на работе мало вышивается но тем не менее что-то там с ним происходит ланарте ростомер лежит ланарте сарамут лежит вышивая ру в поисках золота это вообще мега долгострой стони крик дом милый дом я кстати об этом процессе подумываю может быть в следующем месяце я к нему вернусь там немного и нужно им его повышевать кастом красном дворике это ближе к зиме анкор деревенский канал вот вот анкор деревенский канал мне тоже очень хочется взять в процесс но на него нужно настроиться вот ленты у меня есть очередное мытье розы тоже шикарный процесс висе какие мне классные уже начатыши мне и начинать больше ничего не нужно релись поцелуй нужно до вышивать дом икрафтутки мандаринки анкор вас такая видение рогоблен корзина с цветами дорожка на осень вирвака скатерть ну а это у меня да джаснана звезда уже вышита но это это новые начатыши которые у меня начинаются и я их сразу вышиваю ну вот диманшинс ангельская мелодия я начала феврале он у меня не завершён и риоли зигугу ну зигугу я пусть не в этом месяце но в следующем я завершу там немного вот но видите и у меня финиш уже подрастают нарастать в общем я читала читала думала думала и я из этого списка кое-что выбрала кое-что выбрала и правильно сделала это скатерть от вирвака купила у нас здесь в наших магазинах у нас здесь больше по прикладным купил уже давным-давно знаете когда покупала по моему в 2018 году я покупала этот набор начала что-то кусочек поняла что вышивать идеально изнанкой я не могу испугалась отложила вот столько лет пролежал набор и какая скатерть дом то надо украшать не только картинами а где скатерть и где подушки где все где дорожки юля где вся красота мешочки сумочки надо надо украшать также дом поэтому я схватилась за эту скатерть размер 80 на 80 сантиметров производитель вирвака здесь очень хорошие материалы скатерть очень качественная и нитки здесь дмс вот это моя схемка привет и вот то что у меня есть на сегодня эту розочку я вышила давно посмотрела как вышивают здесь греции здесь не заморачиваются идеальной изнанкой ну чтобы чисто аккуратно и все поэтому я так подумала думаю и ничего я тоже как-то научусь буду вышивать вот ну и в общем то я взялась у меня была начата вот эта розочка в центре если я найду фото я вам оставлю фото как выглядела работа так и вы видите что у меня появилась за это время я полностью завершила розочку мне было выше то ну там на половину листочки и вот приступила вот к этому фрагменту здесь у нас десятый каунт вышивка в три нити вот эта основа на немножечко рыхловато и и мне это не нравится поэтому потому что я затягиваю крестики поэтому мне иногда получаются такие как дырочки но с другой стороны совсем слабо оставлять тоже не хочется вот здесь вот равномерка на очень плотненько классно а здесь вот как-то рыхленько ну как получается что же делать вот значит по рисунку у нас что по рисунку у нас вот как идет роза центральная листочки над листочками вот эти вот черешенки что это у нас абрикосинки наверное и потом дальше розы вот так вот идет чередуется рисунок видите роза черешни листочки вот 80 на 80 сантиметров вышивать по кругу с четырех сторон это вот первая сторона и я так подумал что весной мне нужно максимум уделить время этой скатерти иначе когда я украшу свой дом сколько лет будет лежать эта работа и у меня в наборах еще одна из скатерти великолепная там такая красивая скатерть вот поэтому я взялась сначала процесс шел со скрипом потому что мне вот не не удобно вышивать на такой рыхлой основе но потихоньку я начинаю уже адаптироваться натянула на кюснапы такие вот 20 на 20 сантиметров натяжка хорошая хорошо держит и поэтому как-то более-менее пошел процесс пошел да вот буду продолжать вышивать вот этот листик вот он значит вот этот листик внутри прожилки дальше вот эти черешенки или припосинки что это у нас они будут вверху но потом нужно будет не переставить кюснапы пойду влево полностью совершил вот этот угол потом также пойду вправо буду вышивать рисунок чтобы дойти до уголка и опять вышить вот эту вот чудесную розочку вот таким вот образом она получается здесь ну да как то так кстати было очень тоже мне непонятно как нужно было разместить розочку правильно да но я вот так вот разместила видите как вот скатер здесь идет уголок листочки вот с этой стороны потому что ее можно и вот так разместить вот так я разместила здесь как и получается вот так каждый угол должен быть вот так в общем вот такой у меня процесс интересный для меня потому что подушки я вышивала тела на вот скатерти у меня еще опыта нет и не очень очень хочется не так здесь много не такие яркие сочные посмотрите какие классные и видите их очень много не так организация здесь лениво вот такая простая много лет назад сделала ну ничего нормально здесь не хватает поролона вот сюда нужно доклеить паркую рядышком как бы цвета контрастные вот такая красота что уж буду продолжать работать над этим процессом и и буду вас держать тоже в курсе буду показывать рассказывать как у меня идет процесс нравится не нравится ну вот пока из сложностей из сложности единственно только то что основа немножко рыхлая но чем больше я вышиваю этот процесс тем больше я как бы пристраиваюсь и к к этому дизайну более-менее уже приноровилась кстати потихоньку стараясь закреплять на лице не люблю закрепки на лице вот правда жутко я прямо вижу где вот такие получаются уплотнения из-за закрепки на лице ну с другой стороны скатерть отутюжится полотно выровняется я думаю что будет все нормально прям вот так вот в глаза то не бьется но все равно это наверное мое нужно привыкнуть вот такие у меня новости побежала вышивать увидимся с вами может быть через несколько дней сделаю включение на этом у меня все увидимся в следующем включении сегодня вторник вернулась работы и сейчас буду приступать к вышивке вчера повышивала немного вышила около 400 крестиков и вы знаете я поняла что я очень-очень соскучилась за вышивкой за моими крестиками и эта работа у меня сейчас в приоритете вышивается на интересно приближается к половине и это очень очень большой стимул очень хочется вышить вот здесь вот эту красную рыбку которая немножко уже наметилась и хвостик и нитки ну процесс такой рабочий да и хочется мне вышить эту рыбку чтобы уже была примерно половина работы сегодня у нас как и вчера холодно плюс 11 ветер такой ледяной но с завтрашнего дня начинается потепление и воскресенье к праздникам будет 20 25 градусов надеемся на хорошую погоду ну а я отправляюсь вышивать и покажу завтра как продвинулась эта вышивка итак сегодня 21 апреля четверг я сегодня осталась дома чтобы поубираться навести порядке и вот с утра как пчела тружусь все мою убираю чищу устала очень почти завершила с уборкой осталось совсем чуть-чуть сейчас сделаю немножко перерыв с вами пообщаюсь сниму какой-нибудь кусочек может что-то повышеваю хочется сделать его маленький перерыв потому что очень устала у нас на этой неделе вся неделя была холодная плюс 8 плюс 11 максим плюс 14 шли дожди причем дожди с песком у нас такое часто бывает когда ветер несет с африке песок вот эти песчаные бури к нам доносятся какие-то остатки этого песка и с дождем все это оседает такой получается грязный дождь капает машина была вся вообще очень грязная балконы все грязные стекла тоже все балконы все тоже грязные у меня квартира угловая одно обычное окно как бы в нашем понимании да и три балконных двери балконы по кругу получается балкон у нас открытые не стекленные а просто стендом и получается когда вот такие вот дожди а еще с пористым ветром как бы тент не закрывал все равно балкон грязные и окна будут грязно ну не все вот части когда идет косой дождь где-то достает ну в общем балконы пришлось все перемывать тоже окна все пришлось перемывать но я так это часто делаю два раза в месяц но здесь у меня получалось как бы на прошлой неделе вы мало петь пришлось вымывать ну что делать ну в общем столько было много вот этой работы практически все уже я завершила домашние дела вчера заказала новые шторы что еще нового потеплело у нас сегодня плюс плюс 20 градусов и говорят что на выходных на пасху у нас будет плюс 25 будет тепло будет хорошая погода это здорово мы поедем куда-нибудь гулять и конечно же хорошая погода это супер вот такое вот у меня предисловие рассказала вам что что происходит в моих буднях и возвращаемся к вышивке мой основной процесс это панна стихии вода вот такой вот кружок я вышиваю и он у меня вышивается сейчас очень очень хорошо ну я могла бы сказать что практически половина конечно чуть-чуть до половины я не дотягиваю но почти половина вот что вышилось на этих за эти дни как я планировала золотая рыбка появилась тут я тоже повышивала и сделала бэкстич ну грубо говоря я так на глаз считаю потому что я без саги я по бумажке вышиваю приросло примерно тысячу крестиков плюс-минус вот и сегодня я буду откладывать эту работу сейчас сделаю фотографию для отчета наш мсп и отложу эту работу потому что скорее всего у меня будет старт будет новая работа я вам сейчас покажу все расскажу немножко я вам поближе еще покажу эту красоту мне очень нравится как получается вышиваю с удовольствием вот видите это рука у владычицы и она держит эту золотую рыбку черные крестики вот я вижу на камеру чуть-чуть они просвечиваются потому что очень яркий свет поэтому вот таким образом создается эффект но на самом деле все очень достойно смотрится ярко позитивно вышивается легко и с настроением такие цвета то красным малиновым повышевал то вот таким бирюзовым шикарным изумрудные зеленые классные здесь сочетания цветов легкая схема и очень-очень приятный процесс поэтому я в полном восторге от процесса буду продолжать вышивать такими же темпами на этой неделе я уже отложу этот процесс а на следующей неделе обязательно вернусь ну и хотя бы тысячу крестиков заветных нужно будет сделать чтобы все таки красавица вышить голову владычицы морской вот буду вышивать голову волосы украшения волосах вот здесь будет красавица посмотрю где то еще если пропустила бэксич тоже конечно выполнен на сегодня я откладываю эту работу потому что ко мне пришла посылка потеряшка и знаете у меня настроение начать один процесс который в этой посылке ну все заинтриговала переходим к моей покупке покупка покупка давай к нам в кадр пришла покупка этот заказ я сделала на украине в магазине с инстаграма чаревна скрынька еще до всех событий на украине и ну прям вот там за несколько дней там может не за пять и когда начали события я так поняла что какая тут посылка там все вообще все все не работает у людей такая такое горе что происходит вот я конечно же как бы оставила даже этот вопрос даже ничего не спрашивала у девочки по поводу посылки но потом смотрю что как бы магазин работает товары выкладываются задалась вопросом оказалось что все-таки почта работает просто с задержками и как бы мы стали ждать ждали 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 долго ждали и вот в какой-то момент все-таки посылка стала двигаться стали приходить сообщение и я вчера ее получила обычно когда я получаю посылки почта находится по дороге на работу мы останавливаемся я бегу быстренько получаю посылку и в машине сразу я открываю и вот сразу все рассматриваю мужу показываю муж терпеливо смотрит все что я там на покупала кивает головой а в этот раз я открываю а вот здесь вот такой красивый пакет и знаете рука не поднялась открыть в машине и захотелось показать на камеру и я вот так терпеливо уже целый день терплю терплю тут же не бросишь домашние дела нужно было до убираться вот я уже сделала паузу сделала все самое основное разобрать несколько каких-то моментов вот и поэтому я вот просто уже не могу хочу открыть эту посылку здесь вот так красиво так упаковано ну так приятно прям вот ну не знаю как как приятно да вроде бы что тут простая упаковка но тем не менее очень очень приятно я благодарна за такое внимание так волнующий момент когда мы открываем открываем наш подарок красивые цветочки как раз весна 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 интересно упакована вот она заклеечка вот мои покупочки я в этом году впечатлилась ангелами от Dimensions заразила меня этой историей Марина Маринина я не всех буду ангелов собирать но какие-то мне понравились вот на этого ангела тоже долго смотрела думала брать не брать но потом поняла что нужно брать потому что тех ангелов которых я выбрала я вам потом как-нибудь открою весь секрет покажу всех своих ангелов которые я собирала в схемах либо в наборах но собирала уже этот ангел не очень очень подходит к моей композиции ангел Рождества по-моему если я правильно помню да ангел Рождества ну вот же написано смотрю на камеру пишет не пишет ангел Рождества Dimensions рождественская коллекция это простой набор и здесь размер 35 на 40 будет 35 на 40 здесь у нас по-моему на аиде вышивается какой каунт какой каунт 18 каунт айвори да 18 каунт айвори и посмотрите какие классные нитки яркие сочные вот красный такой сочный красный 666 вот с таким вот зеленым ну потрясающие цвета наборчик новый запечатанный эти наборы можно найти хоть и снят с производства но можно еще найти по нормальным ценам просто нужно ловить ждать вот эти наборчики ну ангел великолепный просто ангел чудеснейший я вот тоже долго думала смотрела смотрела много раз пересматривала видео Марины Маринина с ее коллекцией этих ангелов где она вот замечает вот эти все детали интересные отвлеклась на телефон и что я вам показывала да Марина Маринина умеет подмечать вот эти вот разные детали да в в дизайнах что как вышиваются какие здесь используются стежки ну вот в данном случае да я вот смотрю здесь очень красивое платье бант интересный дизайн в общем я его тоже долго рассматривала рассматривала я поняла что этот ангел мне нужен и не нужно ждать пока он вообще исчезнет из продажи станет жутким раритетом станет невероятно дорогим пока еще есть нужно срочно хватать вот как говорится всегда пригодится да настроение меняется но тем не менее такой ангел он всегда нужен ну вот такая вот комплектация еще раз к ней верну с ниточки с очень такое свеженькая хорошенькая канва вот так я рада что ко мне пришла эта посылка потому что я ее уже как бы все списала думала ну не придет ну что сделаешь тут никто не виноват да вот но все таки пришла огромное спасибо работникам почты что они все таки доставят ну как работали начали доставлять посылки да ага здесь вот оказывается подарки чаек клубничный сейчас выпьем бобиночка для лент пригодится так ну и основной который меня в общем то как всегда есть какой-то один набор который за собой влечет остальные покупки вот что-то одно понравилось ну одно ты ж не купишь нужно еще что-то взять поэтому вот так у меня увидела этот дизайн думаю так и этого возьму ангела ну больше там в этом магазине из наличия ничего не было ну то что мне было нужно поэтому вот два вот это очень-очень редкий набор фирмы Dimensions gold коллекция его номер 14 94 называется sweet dreams angel это как бы сладкие мечты мечты ну ангел хороших меч сладких меч я не знаю как правильно перевести ну как бы литературно вот как бы смысл понимаю дизайн джеймса химсворта ин кривую тоже не знаю что это размер будет 46 на 56 сантиметров так вот и это это не крест нет нет может быть кто-то сейчас пока я читала думали какой дизайн почему я не видел этот дизайн это не крест это гладь я иногда люблю повышевать что-то в какой-нибудь интересной технике а здесь суперская такая картинка мне очень понравилась проработка посмотрите у ангела лицо малыш такой здесь с мишкой симпатичный вот они платья здесь ну в основном здесь платье вышивается видите вот но в целом картинка очень-очень красивая и у меня был опыт вышивки это напечатанный фон с работой с напечатанным фоном от кандамар дизайн и я помню что получилось шикарно получилось великолепно поэтому я загорелась попробовать вышить такого ангела в технике гладь да это что-то новое для меня но это же и интересно когда ты пробуешь что-то новое что-то для себя узнаешь и тем более это очень редкий дизайн не знаю существует еще можно еще такой найти или это будет единственным экземпляром не знаю вот пакет значит пакет у нас подарочный да и в пакете опс в пакете вот так вот здесь материалы вот такие вот у нас тут материалы да давайте откроем я же буду вышивать давайте откроем и посмотрим где мы открываемся есть у нас какое-нибудь местечко для скрытия вот сейчас здесь мы откроемся взяла снимайте видео сделала перерыв начали все звонить что ж такое целый день дома никто не звонил как только десять минут на видео так сразу звонки пошли так 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 шуршать много смотрим что первое попадается бисер бусины золотой обычный бусер тут цепочка какая-то белые бисеринки крупные так есть есть фокус вот так здесь что здесь тоже такие бусинки бисеринки ну крупный бисер калибровку я не знаю номер так так неким сейчас посмотрим чуть-чуть попозже давайте сразу откроем основу потому что всегда это страх а вдруг основа испорченная в смысле края за стерлись какая красота ой как мне повезло купить такой набор так смотрю изгибы да не все нормально нужно будет аккуратно пропарить с обратной стороны ничего не стерлось боже как мне повезло какая счастливая какая будет классная работа девяносто шестой год пожалуйста вот юша dry clean он девяносто шестой год только сухая чистка я так понимаю ой какая классная основа ой как я прям не могу нарадоваться столько восторга столько счастья здорово ну как вы понимаете вышивается вот это вот все белое вышивается тут скорее всего будет цепочка пришиваться видите вот она вот цепочка фонарем будет пришиваться все вышивается вышивается личики какие красивые смотрите класс здорово ой все сейчас я побегу скорее организовываться сегодня завтра все вот праздничные дни я сейчас посвящу этому процессу интересно сколько я смогу вышить за 4 дня вот мне интересно сколько я смогу вышить за 4 дня даже нужно будет почитать инструкцию поучиться ну тут будет скорее всего металлик пришиваться бисеринки бусинки будут в юбки идти украшаться класс круто ой какая счастливая вы себе не представляете какая я счастливая что я этого ангела увидела потому что да такие раритеты конечно нужно их нужно ловить их нужно ловить да и люди кто интересуются какими-то определенными дизайнами да вот марина марина показала ангелов теперь попробуй найди тех ангелов такая охота какие цены на них стали значит смотрите что у нас здесь а здесь история очень интересная здесь вышивка то оказывается будет в основном шерстью вот я смотрю пучок вот здесь у нас шерсть достаточно крупная нить шерсти так смотрим что здесь у нас ага нормально 3 3 вот так разъединяется ну как уриолис только скрутка чуть по ну как послабее так в этом пучке что у нас есть тут есть и мулине тут есть и мулине и есть металлик смотрите какие цвета здесь мулине значит вот такие шерсти вот так ну это в каждой такой пасме по 3 ниточки я сейчас вам открыла показала вот в каждой по 3 если их открыть они вот так разбираются так шерсть мулине металлик бусины здесь нитки поярче тоже шерсть металлик а тут еще вот ух ты такой это у кренника есть такие как бы как ленты и такая красота тоже очень 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 интересный дизайн конечно мне сейчас нужно будет как-то разбираться с инструкцией потому что я английский знаю плохо ну придется сидеть с переводчика потому что мужа тоже не хочу терроризировать переводами разборами ну никита я разберу если я разберу если я разберу будем читать будем изучать вот он ключ текст вот он ключ все по номерам сколько у нас 35 цветов получается наверное 35 цветов тут вот такой вот ключ символично показано области которые нужно заполнять определенным каким-то цветом ну тут нужно будет смотреть как их нужно заполнять в каком направлении я смотрю столько всего каких-то обозначений ой-ой-ой-ой-ой ну я справлюсь ну мы же не первый год вышиваем прочитаем инструкцию шаг за шагом Dimensions он вообще не страшный если читать инструкцию выполнять все по инструкции шаг за шагом все хорошо получается а у нее над головой венец с сердечком только на схеме заметила такая красота ну что ж я буду сейчас читать читать разбирать организовываться вот и тогда наверное завтра я завтра у нас пятница сделаю включение постараюсь завтра так же смонтировать и уже выложу видео для вас вот ну и потом мы с вами увидимся не знаю там посмотрим как будет получаться все таки праздничные дни вот что еще сказать ну больше нечего сказать о дняхе восторге я очень-очень счастлива довольна что нашла этот набор и что он ко мне все-таки пришел пойду я организовываться и увидимся с вами в следующем включении и так пятница утро сделаю сейчас еще одно вот включение покажу вам как я организовала мой этот процесс и как я выполнила первые стежки опять же показываю вам напоминаю картинку исходник то что должно получиться вот такой красивый ангел и давайте перейдем непосредственно уже к моей подготовке как я организовала процесс ну во-первых нитки нитки были как вы помните два пучка я их разобрала вот на такие планшетки это от планшетки дмс вот какого-то другого процесса я их не выбрасываю когда заканчивается процесс были тут значки с обратной стороны можно точно так же сделать себе нарисовать новые значки поэтому планшетки у меня по два раза работают в общем то подписала я здесь номера здесь нет как бы значков есть определенная символика но я не стала ничего рисовать просто номера ниток хотя они по ключу идут по порядковому номеру нужно будет еще порядковый номер подписать но вчера как бы знаете горело уже было лень подписывать порядковый номер просто написала себе что-то вот был первый пучок и здесь все цвета вот они сначала идут шерстяные ниточки мулине металлик кстати вот я сейчас начала вышивать уже мулине не очень хорошие нитки все-таки сказывается то что набор с 96 года но тем не менее нормально ладно я уже как бы не сильно придираюсь хотя я обычно к ниткам всегда придираюсь я привыкла к дмс к модели но больше дмс вышиваю анкор такие хорошие хорошие нитки вот и когда мне попадаются такие знаете слабенькие ниточки очень это сильно расстраивать ими нужно аккуратно работать рвутся перетираются и все такое вот это первая планшетка и и вторая здесь я металлик не разбирала здесь есть серебро золото поэтому я просто читаю да какую цвет нужно использовать такой соответственно беру также много шерстяных ниточек посмотрите какие здесь классные нитки но немножко мулине вот они в принципе разобрала быстро и легко без проблем разбираются нитки так ну и переходим к самому интересному на мой взгляд это мои первые стежки как видеть все-таки натянула я на на мой станок побоялась кюснапы чтобы их не было заломов у основы чтобы что-то не перетерлась какой-то цвет поэтому решила идти по щадящему как бы пути и натянула на станочек персифона опять к сожалению ушла в стол вот как-то пока ей не достается достаточно много времени вот ну и выполняла я уже стежки я знаете вот смотрела смотрела на схему думаю ну вот с какого момента мне нужно приступить и решила идти снизу вверх как я привыкла вот начала с оборки юбки стежков отделочных здесь будет много и бисер и много разных деталей конечно начала я самого простого но стала читать дальше схему переводить разбираться конечно меня ждут такие еще знаете приключения так на вам нужно вам сделать чуть-чуть побольше увеличение минуточку мы сделаем сейчас побольше увеличения так я думаю что вот так будет лучше да вот вышивала я вот оборку юбки здесь вышивается гладью в общем то все просто нужно конечно же хорошо прицеливаться чтобы не оставались синие границы вот если сильно присматриваться кое-где они видны у меня ну я вообще старалась конечно очень аккуратно вышивать и здесь не один цвет здесь много разных цветов переходят вот от светло-серых к темно-серому еще вот тут два цвета серых да два цвета светло-серых ну в общем не не одна тонная работа да ну не в смысле не одним цветом берешь и вышиваешь а по схеме нужно смотреть и менять соответственно цвет и направление нашего стежка всегда показано здесь направление стежка вот к примеру как вот здесь так чуть-чуть вам покажу вот видите вот эти вот полосочки рисочки вот они полосочки показывают нам направление стежка как нужно выкладывать в какую сторону стежок вот здесь к примеру вот такое направление а вот здесь будет вот такое направление вот так в общем и здесь тоже было разное направление нужно было тоже аккуратненько выкладывать не сразу у меня все это получалось но я старалась понятно что как бы пока руках не набита и не все сразу получается ну в принципе более-менее я справилась вот с этой задачей не так сложно было мне понравилось я прям в таком предвкушении когда вышивала эту оборку и мне так травится вот этот темно-синий насыщенный фон небо печать такая классная в таком восторге вы себе не представляете мне хочется вот прям вышивать эту работу от начала до конца я уже себе придумала оформление где она будет висеть у меня уже в голове все пазл сошелся вот осталось только вышить и вчера я также захотела сделать туфельку и вот надо туфельки я споткнулась значит здесь у нас идет сердечко я не знала как его правильно вышить я его и так я и сяк не получала сердечко not как-то сама уже догадывалась более менее как-то в какую-то сторону стала выкладывать стежки как-то вроде бы получилось более-менее сердечко вот здесь туфелька вышивается и гладью плюс есть здесь такая лента который я вам показывала креника лента креника давайте еще раз напомню где она лента креника вот она лента креника и нужно этой ленты сделать оборку вот этой туфельки здесь очень кропотливая работа два цвета плюс какой-то еще stem stitch плюс вот эта лента я вчера стала выполнять но я поняла что что-то я неправильно сделал мне не получается стал обглядываться уже в саму картинку и по картинке мне стало более-менее понятно как нужно будет делать эту туфельку вот видите вот туфелька вот здесь лента пришивается вот здесь сверху лента здесь внутри два цвета вышиваются нужно будет еще посмотреть как здесь вышито под лупой и скопировать как-то так вот инструкцию конечно я читаю как насколько я это понимаю стараюсь переводить все это выполнять вот но так как вчера у меня как бы с на туфельку мне не хватило терпения да я уже все распустила вышила посмотрела получилось плохо распустила и решила отдыхать на цветочках но цветочки это дело такое самое простое их принципе легко вышивать гладевыми стежками кстати вышивается вот это все мулине в три нитки вот вот здесь вот я повышиваю сейчас цветочки сегодня ну и знаете что думаю может мне сразу бисер пришить чтобы сразу полностью была вся отделка вот здесь и в центре вышивается бисер в центре туфельки будет одна бисеринка здесь у нас золотая нить будет вышиваться выкладная по краю здесь идти будет выкладная не то есть вот такая знаете будет сейчас кропотливая отделочная работа ну вот я хочу сегодня с низом юбки разобраться чтобы туфелька у меня готова была вот эти цветочки но нелегко вышиваются вот эти все отделки то есть вот эти все отделочные хочу выполнить элементы когда буду вышивать перекручивать основу чтобы бисер не заламывался может быть буду что-то под кал подкладывать но посмотрю подумаю может быть на потом оставить бисер не знаю еще хотя конечно же хотелось бы сразу все это вышить чтобы уже потом не возвращаться к каким-то моментам ну вот такая вот история работы много работа интересная увлекательная мы с вами увидимся уже наверное следующем видео да я это видео буду завершать покажу вам еще мою сейчас без корню как там идет у меня продвигается процесс и будем это видео завершать уже в следующем видео я вам покажу что мне получается с этой моей красавицы с ангелом так ну и по без корню что у меня здесь без корню моя летит ну как летит прямо не могу сказать что очень быстрого супер вышивается но я ее вышиваю вечерами там по одной по две ниточки когда там смотрю может быть какое-то видео потихонечку в кровати и и вышиваю но видите продвигается схема здесь несложная основной рисунок он быстро прирастая прирастает потом пойдут отделочные стежки вот я сейчас вышиваю вот эти завитушки одним цветом по кругу видите буду их вышивать потом вышью цветы вот тоже не по четырем углам дальше наверное вышью саму окантовку и буду заполнять уже разными элементами которые здесь останутся и в конце уже бэкстич металликом да и бисер буду пришивать вот в принципе нормально продвигается я думаю что там в мае я смогу уже ее завершить это вообще здорово так радует когда есть работы которые продвигаются идут к финишу финиш не за горами не так что там нужно два-три месяца работает ждать финиша вот уже уже скоро и знаете мне это нравится мне это очень нравится что у меня все-таки случаются финише несмотря на то что у меня много получается и стартов и начатых работ но тем не менее все-таки как-то я завершаю получается завершать работы вот на этой позитивной скажем так ноте я завершаю это видео желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч в новом видео пока пока Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok